Прикладываются ли к святыням после причастия? Если вы в храм и бываете на божественной литургии, знаете, что в конце литургии все верующие в храме в обязательном порядке подходят ко кресту, который дает священник. Крест, который лежит на престоле, это одна из святынь храма. Если вы не знаете этого, если вы избегаете вдруг прикосновения к кресту, значит вы не совсем до конца понимаете, где вы находитесь и что там происходит. Знаете, вот все эти разговоры вокруг вот этих запивок, что можно, можно ли жевать жвачки, целовать, мыться, чистить зубы. Это все, знаете, такая несусветная чушь и глупость. Вот запивка как таковая, например, в основном распространена вот в нашей церкви. Ну, веселье Руси есть пить, и, конечно, бывают крепкие запивки вот в некоторых храмах. Где-то, конечно, компотику нальют, разведенного там варенья какого-то. А вот в нашем храме, например, приходите, убедитесь, очень даже такая крепкая и сладкая запивка. Люди очень любят это, сердце должно человеческое веселиться. Но это еще раз повторяю, русская традиция. Вот греки не запивают вообще ничем. Сколько раз я в Греции служил в алтарях, зная, что русские священники, они такие одноразовые стаканчики и воду просто приносят, потому что понимают, что нам прям необходимо запить. А то мы будем думать, что у нас сейчас какая-то частичка выпадет изо рта, и все, и весь мир кругом сгорит. Ну, так тоже к Богу относиться неправильно. Вот мы невероятно благоговеем перед святыми тайнами христовыми. Но доводить все до абсурда, до маразма, вот, я бы никому не советовал в отношении с Богом, потому что такой цели у нас с вами точно не должно быть. Так что прикладываться к святыням после причастия можно, а самое главное святыня для нас — это наш ближний. Поэтому, насколько вы обращали внимание, в храмах священники-то точно после причастия святых христовых тайн, они еще не отойдя от престола, обнимают друг друга, целуют и поздравляют с принятием святых христовых тайн, что и верующим делать необходимо. Так что вот на эту главную святыню обратите, пожалуйста, внимание, только чтобы это все благоговейно было и чинно внутри храма. Но радость, которую мы испытываем от принятия святых христовых тайн, настолько расцвечивает вокруг нас новой радостью мир, в котором мы находимся, что после этого все, что угодно будешь целовать от радости всех подряд. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.